Крылья Советов провели последний матч чемпионата России в этом году. Подопечные Игоря Осенькина принимали Ростов, Валерия Карпина дома. Наставник клуба с берегов Дона и национальной дружины руководил своими футболистами с трибуны за перебора желтых карточек, но это не помешало южанам одержать уверенную победу. Начало матча осталось за самарцами, волжане создали несколько неплохих моментов у ворот соперника и больше владели мячом. Первый тревожный звоночек прозвучал на исходе 27-й минуты, гости попали в перекладину. Уткин пробил поворотом Овсянникова в падении, второй темп атаки стал результативным. Глебов нанес удары за пределы в штрафной, молодой голкипер Крыльев Советов не смог выручить команду. 0-1. На 34-й минуте Костанца ударил по ногам Комличенко, Любимов после просмотра повтора указал на точку. Полос уверенно реализовал 11-метровый и удвоил преимущество Ростова. Крылья могли сократить отставание под занавес первого тайма, Щетинин срубил Пеняева в собственность штрафной, но судья нарушения правил в этом эпизоде не усмотрел. Команды ушли на перерыв со счетом 0-2. На 73-й минуте волжане вернулись в игру. Сергей Пеняев пробил поворотом Песьякова с дальней дистанции. Голкипер отразил мяч перед собой, а самым расторопным в штрафной оказался Владислав Шитов. 1-2. Только вот радоваться пришлось недолго. Уже в следующей атаке Ростов окончательно закрыл все вопросы о победителе. После розыгрыша стандарта Осипенко установил окончательный счет на табло стадиона. 1-3. В концовке встречи Крылья Советов имели еще несколько хороших моментов, но подопечным Осенькина не хватило исполнительского мастерства. После матча наставники команд были немногословны. Тренер Крыльев остался доволен качеством игры, но не результатом. Виталий Кафанов, который в этот день замещал на посту Карпина, заявил, что процессом с трибуны руководил Валерий Георгиевич. Итоги поединка подвели футболисты. Ростов хорошо выходил из обороны. Мы не всегда находили решение, чтобы у Ростова это не получилось сделать. Получались создавать моменты, хорошо комбинировали. Вот только мяч сетку не получилось забить. В среду 23 ноября Крылья Советов проведут кубковый матч со столичным Спартаком. Игра пройдет в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События.